Во-первых, есть экономисты, аналитики, которые на сайте Moody's оценивают ситуацию, предсказывают развитие экономики в будущем. Это одно. А второе, есть, по сути, цифровые механизмы оценки конкретных рисков. И то, что делаем мы, это, по сути, технологии расчета рисков. И поэтому, на мой взгляд, да, предсказывать будущее экономики можно, комбинируя эти два способа. В 21 веке цифровые методы анализа данных становятся все более-более популярными. Это то, чем мы занимаемся последние 20 лет, находя новые способы собирать, включать и анализировать информацию. И, собственно, благодаря этому многие банки пользуются нашими сервисами. И действительно, российские банки во многом начинают этот путь. Но на самом деле, кризис показал, что это проблема не только для российских, но и для всех банков. Что они во многом должны переоценить те механизмы, которыми они пользовались. What we have been doing over the last couple of years or so, is working with Russian banks, collecting data. No bank on its own really has enough data to build. Действительно, последние 20 лет мы очень тщательно работали с российским рынком, с российскими банками, собирая с них информацию. Я должен отметить, что, по сути, ни один банк не обладает всей полнотой информации, поэтому мы создали своего рода консорцию по сбору информации. И на основе нее мы разработали и подготовили модель, которую представим российскому рынку. Но, что я хочу подчеркнуть, что для любых организаций очень важна правильная структура принятия кредитных решений. И только она позволит оставаться и данной конкретному учреждению, и системе в целом стабильной и эффективной. Действительно, good data, good models, good metrics, that is important to inform the decisions they take. So, I would encourage banks to very quickly look at the way they do their risk management before investing too much in their future.